Шиллопрабхупада начинает комментарий, говоря об устройстве общества в системе Варнашана. В ежедневной жизни, в повседневной жизни Искон мы не часто слышим об этом. Но Шиллопрабхупада очень сильно подчеркивал этот момент. Он даже говорил, что человеческая жизнь, она даже не начинается до тех пор, пока человек не начнёт следовать принципам Варнашана. Также он говорил, что самоосознание невозможно без Варнашана. И что же это означает на практике следовать Варнашану? То есть это какой-то такой пирог в небе, висящий, эфемерный. То есть тот образ жизни, который Шиллопрабхупада ввёл, установил для нас, это по сути и есть, он основан на принципах Варнашана. И эти принципы, они очень сильно разнятся от того, что мы видим в материалистичном обществе. И также мы должны понимать, что мы практикуем дайвы Варнашану, не асурическую Варнашану, в которой всё основано на рождении человека. В Индии очень распространено это неправильное представление. И часто мы встречаемся с таким отношением, они говорят, что как вы можете быть брахманом, вы же млеч. Они говорят, снимите шнур со своего плеча, вы же не можете быть брахманом. То есть у них есть такое неправильное представление, они говорят, что жеребёнок родится только от лошади, у кролика родится кролик, только у кошки родится кошка, соответственно только у брахмана родится брахман. Это глупая идея. Мой отец был ортопедическим хирургом. То есть сделало ли это меня ортопедическим хирургом? Кто-то хочет, чтобы я его прооперировал. Очень глупая идея. Но это система устройства человеческого общества, была создана Кришна, и он об этом говорит в Бхагавадгите, что я её создал. Вибхагаша в этом стихе из Гиты, который произносит Кришна, означает разделение группы. И как же понять, кто занимает какое положение в системе Варнашама? В соответствии с гуной и кармой. По его качествам и тому, какой деятельностью он занимается в миру. Допустим, в отношении брахманической жизни мы можем сказать следующее. Что такое гуна для брахманской жизни? В Бхагавадгите также переселяются качества брахмана, то есть его гуна. Это умиротворённость, это контроль чувств, это чистота и так далее. Если у него нет этих качеств, то как он может называться брахманом? Допустим, гулабджамун. Если гулабджамун солёный, то как он может называться гулабджамуном? Так гулабджамун мы можем узнать по его качествам. Мы всё определяем, узнаём по качествам объектов. То есть таковые качества брахмана, но также есть деятельность, которой брахман должен быть занят. Шастра говорит, патан, патан, няджин, няджин, дана, притикраха. И брахман имеет шесть видов работы. Шастра перечисляют шесть видов деятельности, присущей брахманам. Патан, патан, он изучает шастры и он учит шастрам других. Яджин, яджин, он поклоняется Господу и обучает других поклонению Господу. Другими словами, он хочет поднять других до уровня брахмана, сделать других людей преданными. И дана притикраха означает, что он принимает пожертвования и делает пожертвования. Другими словами, брахману запрещено накапливать больше средств к существованию, чем ему нужно. Все излишки он должен жертвовать. Такова деятельность, занятость, посредством которой брахман поддерживает себя. Также есть шатри, это класс управленцев, воинский класс. Их качества также описаны в Бхагавадгите, на самом деле все описано в шастре. Шаурим те дакшам дакшам юг те чапкнепалай нам дана и шрабала шатра карма сабаватра. Он имеет свою карму. Он шаурим, он героик. Он не мусы-пусси-кет, он льв. То есть описываются их качества в Бхагавадгите. Шаурим означает, что он герой. То есть он не как какая-то мышка смазливая, не какой-то слюнтяя, он как лев. Он очень сильный. Тейджа, он очень могуществен. Дакшам, он эксперт. Юдхев чапкнепалай нам, он не взлетает на бою. Он, наоборот, первый, кто туда приходит, врывается на него. И это очень сильно в корне отличается от современных лидеров, которые сидят в бункерах где-то под землей и оттуда отправляют людей на убой, на поле боя. Шилакамба рассказывает историю об одном кшатре. Не помню имени этого кшатри. Он отправился на поле боя и потом вернулся домой в свою крепость и начал стучаться в ворота. А королева ответила, а кто там стучится? Это не может быть мой муж. Ну, то есть он бежал с поля боя и она сказала, что мой муж, он либо его принесли бы на погребальных носилках, либо он пришел бы с победой. Такой дух кшатри. Также есть история об одном короле по имени Пурушоттамадев. Он был царем Арисы. Он был отцом царя Пратапарудры, о котором мы можем узнать из читания Чаритамриты. И царь соседствующего государства Виджая Нагара. Он предложил, что пусть моя дочь, она выйдет замуж за Пурушоттамадева. И тогда царь Виджая Нагара отправился посмотреть, кто же такой этот Пурушоттамадев. И в этот день как раз проходила Радхаятра. И Пурушоттамадев, он подметал дорогу перед колесницей Джаганадхи. И тогда царь Виджая Нагара, он воскликнул, моя дочь никогда не выйдет замуж за дворника. И покинул Чаранадхи. Но на самом деле царь Джаганадха Пури воспринимал себя как слугу Джаганадхи. Он понимал, что все вокруг это собственность Господа. И я его слуга, поэтому я подметаю дорогу перед ним. И это на самом деле самое почитаемое положение, самое почитаемое сознание быть слугой Господа. Но царь Виджая Нагара воспринял это так, что для моей дочери невозможно выйти замуж за какого-то дворника. И это очень оскорбило царя Пурушоттамадева. Так же как Друва Махараж, когда его оскорбили, то он сразу же загорелся и принял решение, что я обрету царство превосходящее. Царство моего отца такова природа, кшатрия, то есть они очень быстро загораются, вскипают. Царь Пурушоттамадев тотчас же собрал свое войско и напал на Виджая Нагар. Но он совершил одну большую ошибку. Он забыл попросить благословления у Джаганнатхи. И поэтому его победили. И вот он в разбитом таком состоянии прибыл обратно в Пури и пришел к Джаганнатхи плачем. И он начал молиться Джаганнатхи, пожалуйста, прости меня и благослови меня. И Джаганнатхи сказал, я с тобой отправлюсь сейчас. И во второй попытке войны он победил с помощью Джаганнатхи царя Виджая Нагара. И просто забрал вот эту девушку. И также он забрал Сакши Гопала. Если вы помните из Чайтани Чаратанри, то Сакши Гопал был в Виджая Нагаре. Мы можем из Чайтани Чаратанри узнать, что Сакши Гопал находился как раз в Джаганагаре. Вот именно таким образом с помощью порошок Намадева Сакши Гопал попал в Борису. Таким образом он победил, он забрал девушку и также он забрал Ратна Симхасана, украшенный драгоценностями трон, который он предложил Джаганнатхи. Также он забрал Сакши Гопала и одно прекрасное божество Ганеши. Такова природа кшатриев, они такие герои и очень могущественные герои. А чем занимаются Вайши? Они занимаются сельским хозяйством. И Го Ракши, защита коров. Также они занимаются бизнесом, торговлей. А такова деятельность представителей сословия Вайши. А служение другим является деятельностью шудры. Так что в системе Варнашамадгармы все важны. Брабхан сказал, что как в нашем теле. Мы используем наш мозг, чтобы думать и уменьшить, как уменьшить свою жизнь. Мы защитим. Если кто-то тебя атакует, то мы защитим. Мы защитим с твоими руками. Белое употребляет всех. И целое тело держит ногами. Так что это Брабхан, Шатрия, Вайши, Шудры. Все, что требуется в общественной жизни. Аши Гопал приводил пример с телом. Он говорил, что мозг занят умственной деятельностью, но когда на нас кто-то нападает, мы используем руки. Желудок он кормит всех. И ноги они несут тело туда, куда нужно. Таким же образом Брабхана они сравниваются с мозгом. Руки это Кшатри. Желудок это Вайши. И ноги это Шудры. Таковы принципы Варн, также есть Ашрам. Ашрам это то, каким образом устроено общество. Брахмачари, Грихаста, Манапаста. Брахмачари, Грихаста, Внапраса, Саньяса. Четыре Ашрама. И также есть правила, которые регулируют жизнь каждого Ашрама, так же как есть правила для каждой Варны. Допустим, Брахманам запрещено заниматься бизнесом или работать на кого-то, только если они не находятся в какой-то экстренной ситуации. Так же есть правила для Ашрама. Грихаста живет счастливо со своей женой в доме. И таким образом он прогрессирует в духовной жизни. Но Саньясе запрещено находиться в той же самой комнате с женщиной наедине. То есть общение и там и там одно и то же, но в одном случае оно приведет к деградации, а во втором оно поможет продвигаться. То есть существует правило для каждого Ашрама. То есть, если бы вы увидели отправившись на Мангаварати Брахмачари, у которого золотая цепь такая толстая висит на груди. Такой перстень с изумрудом и айфон пятнадцатый и он там с какой-то девушкой разговаривает. Что бы вы подумали? Естественно, возник бы вопрос, а ты вообще что за брахмачари такой? Ну то есть, хотя сейчас есть определенные допущения о вашем брахмачаре, то есть мы можем видеть, что они ездят на скутерах, они используют телефоны, даже шелковый хотень есть у некоторых. Когда я был в брахмачаре, то все мы делили один тюбик пасты. А если у вас у кого-то появлялась доти с полоской, то это считалось верхом роскоши. И курт ни у кого не было, все носили футболки. Ну вот все прогрессирует. Вот о чем вы подумаете, когда увидите такого роскошного брахмачаря? Где ты деньги на это на все взял? Но если вы увидите грехаста, то в той же ситуации вы думаете, что мы делаем пранам, это такой успешный доводец, успешный бизнесмен. Если мы увидим такой же роскоши утопающего грехасха, то мы выразим ему почтение. Мы скажем, что это очень успешный грехасха, он зарабатывает очень хорошо. Поэтому, пожалуйста, дорогой Прабху, приходите к нам в Сангу. Мы хотим, чтобы вы пожертвовали на разные проекты, в Тиу и Пи, в частности. То есть, большинству преданных это все понятно. То есть, варнашама это принципы цивилизованной жизни, правила в отношении варн и ашама. И все эти классы созданы, все эти разграничения созданы Верховным Господом. Он сам об этом говорит в Магавадгите. Но иногда случается так, что даже преданные говорят, я сам слышал это на одном классе Бхагвата. Они говорят, что мы все равны, как бы все едино, мы все равны. Действительно ли мы все равны? И да, и нет. В глазах Кришны мы все равны. Кришна говорит, что любой, кто примет у меня прибежище, придаст сомнение в зависимости от своего происхождения, от того, в какой среде он рос. Он придет ко мне в итоге. Мы все вернемся к Богу и берем желтую Кришну. Это делает нас все равны в глазах Кришны. То, что мы, предавшись Кришне, вернемся обратно к Нему, это равенство с точки зрения Господа. Но с материальной точки зрения мы различаемся, мы не едины. Это безумие говорит, что мы все равны. Кто-то богаче, кто-то беднее, кто-то сильнее, кто-то слабее, кто-то старше, кто-то младше. То есть много разных характеристик, по которым можно сравнить двух индивидуальностей и понять, что они не равны. И прелесть в Арнашема заключается в том, что у каждого человека есть возможность быть занятым в соответствии со своей природой, стать счастливым и духовно прогрессировать. А в системе Арнашемы даже есть место для тех, кто привязан к мясоедению. Мы не позволим им поклоняться на алтаре, но у них есть свое место в системе Арнашемы. Потому что высшей целью Арнашемы является привести всех к высшей цели жизни. Однажды один преданный сказал в Арнашеме, что эта система Арнашемы – это для непредных. Арнашемы – это для нас, но это также и для нас. Потому что, как Прабхат сказал, это не так просто быть преданным ваишнавам. Мы отождествляем себя с преданными, с ваишнавами, но на самом деле, какие мы ваишнавы? Наянамгаладашрдарая, баданамгадгадарудаягая, гиратгулакарничидамгапуккадатаванамаган. Мы отождествляем его имя, слезы приходят, наши голоси шелкуются, слезы стоят на ногах, и экстаси от любви Бога – это именно как ваишнава ваишнава? То есть, когда мы повторяем Святое Имя, у нас слезы текут из глаз, волосы встают дыбом, а дрожь идет по телу. Мы на этом уровне находимся. Это то, что мы можем ожидать в результате следования о садане. Бхавишити означает то, что будет достижимо в будущем, но пока мы еще не находимся на этом уровне. Поэтому мы должны следовать принципам Варнашрама. И честно подходить к определению своего положения в обществе. Никакой гордости, никакой зависти, ненависти. Просто, как Грехаска, смотришь на санысэ или брахматурой, и подумай, что такое доброе. Грехаска любит санысэ? Грехаска любит санысэ? Думаешь, диван, дышат, несуч��, пасадам? Тут просто доход, без проблем, без ребенка, без денег, без проблем. Нет застанавливаний, это такое доброе. Допустим, Грихаска может смотреть на Брахмачаре и думать, что какая замечательная жизнь, он просто танцует, ест просад, занимается служением, слушает, у него нет детей, нет необходимости счета оплачивать, всего этого груза, который у меня есть. Но с подобным мышлением он никогда не будет счастлива, как Грихаска. И так же Грахмачаре может смотреть на Грихаску и думать, какая у него замечательная жизнь, у него есть дети, они называют его папочка, у него прекрасная жена, у него деньги в кармане лежат, у него скутеры или машины. И вот такого рода Брахмачаре также никогда не будет прогрессировать в своем положении, как Брахмачаре, никогда не будет счастливым. Восьмой песне с Шимат Бхагаватом, описывающей историю Граджандры, Шимат Бхагаватом, в одном из комментариев, говорит очень важную мысль. Помните, да, что Граджандра, он был атакован крокодилом? В воде крокодил атаковал слона Граджандру, и поскольку крокодил чувствует в воде себя как дома, то он начал утягивать слона под воду, и, в общем, там борьба долгое время продолжалась. В конечном итоге победу одержал Граджандра, поскольку он был преданным. Кришна Бхагаватом сказал Аржуне, что смело заявляет, что мой преданный никогда не погибнет. И Шилопрапада написал очень важный комментарий в истории Граджандры. Что очень многие молодые люди, которые преждевременно приняли саньясу, в итоге отказались от обетов этого вашему. В какой-то момент стало все так плохо, что Шилопрапада вообще зарекся, он сказал, что я больше никаких саньяс, не буду никому давать саньяс. И вот в этом комментарии Шилопрапада пишет, что каждый должен найти такое положение в жизни, в котором он сможет побороть крокодила в майю. И Шилопрапада также говорит в одном из баженов, что неважно в каком положении вы находитесь, будучи отреченными, живя в лесу, или наоборот, будучи домохозяевами. И живя дома просто повторяйте Харе Кришна и будьте счастливы. И Шилопрапада в комментарии говорит о положении саньяси в обществе. А саньяси в обществе выражают почтение, поскольку они на практике показывают, что такое отречение. Даже несмотря на то, что Шилопрапада в одном месте пишет, что семейная жизнь это лицензия на чувственное наслаждение, все равно по сути своей семейная жизнь это жизнь в отречении в вайраге виде. Саньяси в обществе написал стих о Махапрабху, в котором он говорит, что в этом была цель прихода Господа читания, проповедовать видео и вайрагме. В этом стихе он говорит, что читания Махапрабху это верховная личность Бога и он пришел, чтобы учить о вайраге отречению и виде знаний. И это естественный результат вовлеченности в бхакти. Бхагаватам говорит, что Бхагаватам говорит, что Бхагаватам говорит в одном из стихов о том, что бхагаватам отреченность от этого мира, от материальных объектов, от наслаждений и видя знания о том, кто я такой, почему я сюда пришел и что мне делать, являются естественными продуктами преданного служения. Поэтому мы выражаем почтение Саньяси, Шивакруппада говорил, что они являются естественными лидерами общества. Мы должны отметить, что в нашей проповеди это может быть трудно. Кто-то может прийти к нам в храм и сказать, что у вас тут все так замечательно, Прасад отличный, философия отличная, книги замечательные. Но я хочу на практике увидеть пример сознания Кришны. Должны ли мы показать Саньяси нашим? Кто хочет быть Саньяси в Кали-Югу? Прабхат пишет в комментариях, что тот, кто утвердился в Саттвагуне и полностью отстранился от материи, от материи. Только такой человек может принять Саньяси нашему. И мы можем понять по этому определению, что большая часть людей в Кали-Югу не способна на это. Когда молодая пара приходит в храм и не спрашивает, покажет нам пример. того, на кого мы должны равняться, что нам делать, должны ли мы сказать, что все, в общем, ты оставляй свою жену, теперь спи на полу, все свои приобретения от них откажись, проповедуй по всему миру, езди, ну, они, скорее всего, я скажу, что, ну, до свидания, ребята, нам с вами не по пути. Что мы должны показать обществу для того, чтобы их привлечь? Счастливую семейную жизнь, любовное гармоничное отношение между мужем и женой, битей, благополучие, умиротворенность, спокойствие ума, духовное продвижение. На самом деле, весь мир желает того, что есть у нас. Мы лишь должны показать им, как обрести эти цели. И достижение этого счастья основывается на принципах варнашемы, которые мы обсуждаем. А вне ашрама нету никаких правил. Все, что угодно можно делать. Как вот сейчас есть такой слоган, just do it, просто делай это. Это единственное правило, которое сейчас существует, что, чтобы тебя не наслаждало, чтобы тебя не радовало, просто делай это. И Айшвак Рупады говорит об этом во второй половине комментариев. По сути, он просто литературно описывает стихи, мысли, которые выражены в стихах, произнесенных Решабхадевой в пятой песне с Шимат Бхагаватом. Первый стих, который произносит Решабхадеву в пятой песне. Он говорит, что не нужно вести свою жизнь наподобие вид буджа животных, которые поедают испражнения. Потому что вот эти животные, свиньи, собаки, они едят все подряд. И они наслаждаются вот этими ужасными вещами, которые едят. Они наслаждаются всем тем, чем наслаждаются люди. У них сексуальная жизнь есть, у них есть дома, комфорт какой-то. Но они не вопрошают о смысле жизни. Потому что у них нет понимания того, кто они, понимание себя. То есть они не думают о том, а как вообще получилось, что я стал коровой или собакой. По милости Господа человек может задаться этими вопросами, кто я, почему я сюда попал, почему я страдаю. Но животные они не могут. Но при этом принцип наслаждения своих чувств присутствует и в жизни человека, и в жизни животных. Так как же наслаждаться? И ответ такой, что нужно наслаждаться, искать счастье в духовном, наслаждаться таким образом. Материальное счастье по своему определению ограничено. И поэтому оно приводит к разочарованию. Кришна говорит в Бхагавад-гите, «Ехи санспараса-джа-бога, дукка-юна-я-и-вати, адянта-банта-гонта-я-на-те-шу-рама-те-и-бог-даха». «Санспараса-йо» означает «сенс-кратификация приводит наши чувства и в контакт с объектом сознания». Кришна произносит стих Бхагавад-гите, в котором говорится, что чувственное наслаждение возникает от соприкосновения наших чувств с материальными объектами. И люди ожидают, что это им принесет счастье. Но они получают прямо противоположный результат. Кришна говорит, «На самом деле это является источником нашего горести, нашего несчастья». Но люди, они не понимают этого, они считают прямо наоборот. И Кришна продолжает, говоря, что любое начинание материальных чувств имеет начало и конец. Допустим, у нас может появиться мысль, вот сегодня я съем пиццу большую, круглую, зажаристую, много овощей там будет. Мы отправляемся в Говиндос и заказываем ее. И вот первый кусочек у нас во рту, и мы наслаждаемся. Абхишек в языку проводим таким образом. Еще кусок, еще кусок. Но на каком-то куске мы уже не можем дальше в себя ничего столкать. Они говорят, что желудок подобен саду. Но язык подобен проститутке. Дай мне больше, дай мне больше. Белый говорит, «Нет, нет, нет, больше, нет, 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 нет». То есть у них постоянный спор идет. Язык вам говорит, что давай, давай, больше, больше, больше. А животок, «Нет, нет, нет, все, уже закончили, не надо больше, не надо». И когда мы заканчиваем с пиццей, то, соответственно, мы заканчиваем с этим опытом принятия какой-то роскошной вкусной пищи. И куда делось вот это наслаждение? У него есть начало, оно началось и закончилось. И заканчивает этот стих Кришна словами, что разумные люди, они поэтому не ищут наслаждение в материальном счастье, а они ищут счастье духовное. В следующем стихе Пятой Песни Решабхадевы говорит, что служение великим предным откроется. Что открывает ворота освобождения? А что открывает ворота в преисподнюю? Неограниченное общение с женщинами ради чувственных наслаждений. Или общение с предными, общение с теми, кто привязан к такому образу жизни. Чайтани Махапрабху задали вопрос, кто является ваишнамом? Он ответил, тот является ваишнамом, кто отказался от общения с непредными. Так каким же образом отправиться в ад? Это общение с теми, кто привязан к чувственным наслаждениям. Потому что до тех пор, пока мы не будем достаточно сильны, это общение будет на нас влиять. Кришна говорит, что наше общение создает наши желания. Поэтому это очень важное наставление Решихадеева, он говорит, что нужно общаться со святыми личностями. Махат означает «предные». Служить ваишнаму. И дальше он говорит, что люди вовлекаются в самую ужасную деятельность только ради того, чтобы насладить свои чувства. Индрия-притья означает наслаждение чувств, сделать свои чувства счастливыми. Но они никогда не будут удовлетворены и счастливы. С материальной точки зрения. Кришна говорит в Бхагавадгите, что вожделение, кама, оно подобно бушующему огню и его никогда не насытить. Очень хороший пример. В начале 19 века в Чикаго был большой пожар. Одна женщина доела коров в коровнике. И это было раннее утро, поэтому освещение было за счет керосиновой лампы. И корова, она столкнула вот эту керосиновую лампу, огонь на солому упал. И загорелся весь дом. Соседский дом загорелся. И половина города Чикаго сгорела в итоге от того, что вот этот небольшой огонек начал распространяться. Каков урок, вывод из этой истории? То, что мы не можем потушить огонь с помощью керосина, с помощью топлива. Так же и вожделение мы не можем потушить, насладить за счет вовлеченности в чувственное наслаждение. И такова наша болезнь, жизнь за жизнью. Мы пытаемся это делать снова и снова. И вот в очередной раз мы получили это тело. И результат, Решив Хадеба описывает вовлеченности в чувственное наслаждение, это получение материального тела, которое называется кле-шада. Да. Пока что еще, может быть, это вам непонятно, вы все молоды. Но старость это не что-то приятное. Все уже не работает. Слухом проблемы, с принятием пищи проблемы, с пищеварением проблемы. В общем, все расстраивается. И единственным решением всему этому является сознание Кришны. Есть много других стихов, которые произнес Решив Хадеба и которые стоит обсудить. Но я сейчас хочу обсудить один из стихов, произнесенных Махаражем Кулашекхарой. В Рамануджа Сампродая святых называют альварами и одним из них был Кулашекхар. Силу Прабху часто его произносил, пел и он произнесен как раз в Кулашекхарах. Так что мы говорили еще один из стихов. Также вот еще один стих он произносит. Он говорит, что все думают, что тело очень прекрасно. То есть все думают, что тело очень прекрасно. То есть в зеркало рассматривают, какой я красивый. И иногда они так отвлекают, что они идут в эти национальные парки. И они падают на землю, потому что они делают селфи. Да, вот с телефонами люди хурят, там селфи делают. Иногда даже там в канавы падают. Ну, сосматриваются на себя и идут где-нибудь в парке. И люди стоят в front of their mirror, mirror on the wall. Who is the most beautiful alone? Oh, you are. You are. Или как вот там сказки говорится, в зеркало скажи, да все правду доложи. Яль на свете всех милее, всех прекраснее и милее. Все считают, что их тело очень красиво и прекрасно. Есть одна проблема. Паринама. Паринама означает, что он будет преодолеть изменения. Но есть одна проблема под названием паринама. Означает, что изменения будут происходить с телом. Big, strong, wrestler type in youth, in old age, all this comes here. В юности тот, кто был очень таким сильным и накачанным. В старости его мышцы перемещаются в район желудка. Морщины появляются, зубы выпадают. Много очень проблем. И Кулашекар говорит, что негодяи, ослы, глупцы, вы что думаете, что есть какое-то решение, лекарство всем этим проблемам? То есть, есть ли какая-то таблетка, просто закинуть ее в рот и морщины разгладятся, зубы вставятся обратно. И он продолжает, но все-таки есть одно решение, замечательное решение всем этим проблемам. Он говорит, что есть расаяна, есть эликсир специальный. Он говорит, что примите этот эликсир расаяну святого имени Кришны и он решит все ваши проблемы. И в конечном итоге таково послание Решабхаде вам говорит, что нужно принять сознание Кришны и тогда вы станете счастливыми в этом мире. И каким образом достичь вот этого высочайшего уровня в Бхакти, начав с самого, самых низов, принять процесс Варна-шамадгарна. Спасибо за ваше внимание. Спасибо, Бхабхаде. Какие-то вопросы, комментарии, поправления? Вопрос. Как должны проповедовать грехаски сейчас? Как они раньше во время нашего праупада проповедовали? Как сейчас? Что-то поменялось или все то же самое надо делать? То есть вопрос, как должны проповедовать и поменялось ли что-то или нет со времен Бхабхады? Да. И какова квалификация грехаски, чтобы он мог проповедовать? А это может просто по очереди. По очереди. Это замечательный вопрос. Как преданные грехаски должны проповедовать? Мы можем проповедовать своим примером. Шила Бхабхады говорил, что пример лучше, чем пресепт. Пресепт means by философical idea. То есть практический пример лучше, чем какое-то философское несухое. Когда общество видит пример успешной счастливой семейной жизни, то они также хотят этого. Уважительные любовные отношения между мужем и женой будут привлекать представителей современного материалистического общества, которые сражаются друг с другом, подобно кошкам и собакам. Иногда преданные семейные также сражаются, подобно кошкам и собакам, но это является следствием отсутствия сознания Кришны, недостатка Него. Любой человек, у которого есть жена преданная, невероятно удачлив. И также каждая женщина, у которой есть муж Вайшнав, невероятно удачлива. Поэтому мы можем проповедовать своим примером, показывая гармоничную семейную жизнь и прекрасных счастливых детей в сознании Кришны. Дети маленькие едва ли могут достать руками до мембран Риданги, но при этом очень профессионально справляются с ним. Они повторяют Харе Кришна, поют Аратинри в семье. А чем занимаются дети в материальном мире? Предлагают друг другу наркотики купить, чем-то таким заняться. Сексом занимаются друг с другом, когда им 8-10 лет. Насколько деградировало общество? В Америке есть шутка. Они говорят, какие самые плохие дни в городах Америки? Фотерии... 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 Потому что они не знают, кто их отец. То есть, какой день в течение года американцев смущает больше всего, ответ такой, что день отца, потому что они не знают, кто их отец? Общество опустилось ниже некуда, поэтому своим примером мы можем вдохновить их. И так же сейчас с помощью интернета и мобильного телефона можно очень легко проповедовать тысячам людей. Или можно к какому-нибудь чату подсоединиться и начать там с ним спорить. То есть нет недостатка в атеистах и материалистах. Или вы можете просто взять книги и пойти распространять их тут в исконно он ломится от людей. Организуйте группу санкертаной. Таким образом мы становимся счастливыми. Мачтита бхарката прана бодхи янта параскар парам каты янта с чрамам биттям туши янти чарам бодхи чарам. The thoughts of my pure devotees belong on me. Their lives are surrounded to me and they derive great happiness and satisfaction. Enlightening one another and conversing about me. This is how we become happy. А вот этот стих из Бхагал-гита говорит о том, что когда мы собираемся вместе и обсуждаем темы, связанные с Кришной, то это приносит нам наслаждение и удовлетворение. You and your wife can read together and discuss. Вы можете читать с женой и обсуждать. My wife and I the last thing in the day was we'll read half an hour 45 minutes Chaitanya Charita Amritu. And it's wonderful. Guaranteed wonderful. Just reading Prabhupada's books. Перед сном мы с женой обычно 30-45 минут читаем читание Chaitanya Charita Amritu. И это очень замечательный опыт совместного чтения книг-щук под пады. And discuss. И обсуждать книги. So you go to sleep remembering what you read, you wake up in the morning remembering what you read. Когда вы перед сном обсуждаете, что-то читаете, то естественно с утра вы будете об этом помнить и думать об этом. So as many opportunities to preach, we have to have the will to do it. Существует очень много возможностей проповеди, просто у нас должно быть желание это делать. It's okay. Нормально? Нормально? Yeah, you have a few questions more. I can sit here. I mean, I'm a lazy retired guy, you know. You have a question for the truth that Prabhupada liked Chaitanya, especially. Он любил всех, кто проповедовал образ жизни и сознание Кришны. Он определенно проявлял эти качества в Шатаре. Как после всей этой истории с борьбой за храм Джуху с мистером Нейр. Мистер Нейр, у него сердечный приступ случился, он умер, и Шоврапада, когда услышал об этом, сказал, что Кришна устроил, Кришна убил его. На самом деле Шоврапада был в курсе этого, потому что за три дня до сердечного приступа он отправил телеграмму жене Нейра, написав, почему вы так привязаны к нему, он скоро умрет. Не надо быть привязанным. И после смерти этого мистера Нейра, его жена пришла, и они там все порешали, и Шоврапада сказал, что это была хорошая схватка. Иногда в отношении Майвади, которая учили тому, что все являются Богом, он говорил следующее. Он говорил, что хорошо, я Бог, вы тоже Боги, но я это Бог, который раздает пощечины, и сейчас я буду вас лупить. Иногда это очень сильно его возбуждало, и он начинал, как бы, выздавать на дуэль в Майваде. Прабабад был мягче розы, но при этом тверже молнии. Поэтому он ценил всех, но также можно сказать, что очень большая потребность присутствует в Кшатре. Потому что у нас очень много врагов, это факт. В 80 километрах от Майяпура находится граница с Бангладеш, мусульманской страной. Несколько человек были забиты до смерти людьми, которые называют себя мусульманами. Настоящие мусульмане никогда не совершат такой гнусный поступок. Люди называют себя мусульманами и совершают такие ужасные поступки. Настоящие мусульмане никогда ничего подобного не сделают? Потому что они божевые люди, они имеют принципы. Они божевые, они имеют принципы в жизни. Божевые? Божевые означают, что они боятся того, что делать что-то негативное. То есть настоящий мусульманин, он боится гнева Божьего и поэтому он не будет делать ничего греховного неправильного. Нам нужны шатри и их обучают вот у нас в Гуру Кулы. Даже в Гуру Кулы магазине сейчас начали продавать луки. Потому что те мальчики, у которых есть склонности к воинскому деву, обучают стрельбе из лука и каким-то другим смежным. Но к шатриям также нужно ими управлять. Поэтому более острой необходимостью является создание класса брахманов, об этом говорил Шива Пробхвата, чтобы они руководили обществом и вели его к лучшей цели. В общем, искусство владения мечом, можете обучиться владению луком. В Пури до сих пор сохранился меч Раманандарая. Он не был таким смиренным человеком, он был боссом. Он был таким смиренным человеком, он был боссом. Хорошо. Он был такой смирным человеком, он был боссом. Если бы они хотели оставить, то это было бы тебе. То есть зависит от того, как по времени укрепленных, если все готовы, то можно... Прабху готов еще ответить на вопросы. Один вопрос. Один вопрос. Один вопрос. Я тоже должен идти, потому что моя жена может быть виноват и не выйдет. Прабху тоже надо. Тому идти, жена его ждет. Я голодный, а когда мы завтракать будем уже? Прабху уже ответим на все вопросы как-то. Можно потом уже Грихаса Ашрам еще отдельную встречу собрать, если не против Зародриха. Вы уже ответили все его вопросы в предыдущих ответах. Так что его предложение, может быть, мы можем разобраться вместе и разобраться с Грихаса Ашрамом. В любое время. Да, в любое время. Потому что Грихаса Ашрам является основой общества. Поскольку Грихаса Ашрам является основой общества. Если вы сделаете пирамиду, то на top of the pyramid Sannyas, then Vana Prastha. The substance that... Because Грихаса has carried the weight of whole society. Sannyas is not making money. Vana Prastha, Brahmacharya... How are we building all these buildings, all this temple? Грихаса, the community. То есть, если представить пирамиду, то во главе этой пирамиды будут Sannyas, потом ниже будет уровень Vana Prastha, Brahmacharya. А основа всего, в основе пирамиды, это их общество, находится Грихаса. Потому что они всех других поддерживают. Вот эти все дома, храмы, они построены именно за счет Грихаса. И также Грихаса составляют большинство общества. Также Грихаса, они рожают будущее поколение. Успех любой общины зависит от Грихаса. Успех любой общины зависит от Грихаса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова